Здравствуйте! На часах 21.00. Это значит, что пришло время новостей на Первом канале. Коротко о главных темах выпуска. Узнать правду, несмотря на боль. Быть вместе, несмотря на границы. В таких трагедиях не существует ни политики, ни национальности, ни языка, ни вероисповедания. День траура по погибшим в Украине и новые подробности об авиакрушении Боинга в Иране. Держи карман шире, а личные данные под замком. Все, что попадает в интернет, попадает в весь мир. Жители Молдовы все чаще жалуются на мошенников, орудующих в соцсетях. На грани выживания. Гарантия на века. Профессия есть, профессионалы исчезают. В музеях острая нехватка людей, спасающих историю, реставраторов и инструментов для них. А теперь об этом и другом более подробно. Украинцы сегодня оплакивают жертв авиакатастрофы в столице Ирана-Тегеране, унесшей жизни 176 человек. Киев объявил день траура. Все государственные флаги приспущены. Почтили память погибших и в украинских дипмиссиях за рубежом. В том числе у нас в стране. Свои соболезнования выразили чиновники и простые люди. Они возложили цветы в память о пассажирах самолета и девяти членах экипажа. В этот день мы не могли быть в стороне от этого печального события. И актив партии социалистов, и депутаты, и члены муниципального совета, и работники офиса. Мы пришли здесь выразить свое соболезнование украинскому народу. Самолет – это все-таки железо. Но то, что погибли люди – это невосполнимые утраты для всех близких. Пришедшие на возложение цветов говорят, что трагедия объединяет людей независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Мы должны в эти дни понимать, что в таких трагедиях не существуют ни политики, ни национальности, ни языка, ни вероисповедания. Все должны объединиться, все должны поддержать друг друга. Есть момент рекомендации для каждого членов, для каждого, которые должны знать, что есть危険. И когда много людей, для меня лично и для коллеги, есть железо. Напомним, на борту самолета, вылетевшего в Киев и потерпевшего крушение вчера в Тегеране, находилось 176 человек. Никто не выжил. Среди погибших 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 пассажира из Афганистана, 3 гражданина Германии, 3 британца, 2 украинца. Еще 9 человек, члены экипажа, также были из Украины. Иран сформировал комиссию для расследования причин авиакатастрофы. К процессу допущены специалисты из четырех стран. Это Украина, США, Швеция и Канада. Киевские эксперты прибыли в Тегеран накануне. Об этом сообщил в обращении гражданам президент Владимир Зеленский. Он снова подчеркнул, чтобы узнать правду, Украина настаивает на проведении масштабного, детального и независимого расследования в соответствии с нормами международного права. До Ирану у склада пошуково-рятувальної группы о 3-й године 30 хвилин уже прибули 45 наших фахівців, зокрема, з Державної авиаційної службы, Національне бюро розслідувань авиаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, в тому числі до розшифровки записів чорних скриньок. В состав української делегації вошли також представители госбезопасності, Министерств іностранних і внутренніх дел і других госструктур. Помимо участия в расследовании і експертизах, вони займуться возвращением на родину тіл погибших. Владимир Зеленський призвал мирове сообщество, в тому числе правительство Канады, подключиться к расследованию обстоятельств авиакрушення. О том, щоб работа була эффективна і слажена, він поговорив з президентом Ірана. Граждан України він призвал к терпіння і мудроці. Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспирологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудроці. А ще ця страшна історія повинна навчити всіх нас, і кожного громадянина України, і кожного світового лідера, цінувати людське життя. Президент України сообщив, що сім'ям погибших, котрих він перечислил поименно, окажуть полну підтримку і допомогу. Не здержав емоцій, говоря о погибшем екіпаже і глава Компании Международной авіалінії України. Це було одне з найбільших наших самолітів. З 15. Держу. Дев'ять членів екіпажа. Іностранні СМІ рассказали о погибших пассажирах. Самому старшему було 75 років. Самою младшою оказалась годовалая девочка, которая летела вместе з мамою і папою. Всього п'ять дней прожили счастливо і умерли в один день іранські молодожёны, недавно окончивши канадський университет і возвращавшися на роботу. Свадьбу сыграли 3 января. В самолёте було багато семей з дітьми і студентів, які ехали на учёбу после каникул. Була і пара академиків, возвращавшихся із відпуска. Іранські експерты сообщили, що екіпаж українського самолёта пытался вернуться в аеропорт Тегерана, однака не обращался с просьбою о помощі по радиосвязі. Борт пропал з радаров на высоті около 2,5 тисяч метров і загорелся прямо в воздухі. Це підтверджають багаточисленні очевидці. It was about 6 о'clock when we heard an explosion. I was on the way to work, but returned and was here shortly after. When I arrived, the plane and passengers' bodies had been shattered into many pieces. The only thing that the pilot could do was steer the plane towards a soccer field and away from a residential area. Между тем, иранские власти отказались предоставить черные ящики, найденные на месте крушения представителям компании «Боинг». О допуске к расшифровкам украинских экспертов ведутся переговоры, сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Он же уточнил в интервью одному из порталов, что у следствия в работе четыре версии крушения. Это поражение самолета зенитной ракетой, столкновение с другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв изнутри самолета в результате теракта. В первичном отчете иранских экспертов, тем не менее, указывается, что ведущая версия – технические неполадки. Какие именно, не уточняется. Но агентство Reuters, цитируя свои источники, называет в качестве причины перегрев двигателя. Управление гражданской авиации требует, чтобы местные авиакомпании провели тщательный техосмотр и улучшили техническое состояние самолетов с двигателями, аналогичными тем, что стояли на рухнувшем в Иране лайнере. А также призывает молдавских операторов избегать воздушного пространства Ирака и Ирана из-за ракетных ударов Тегерана по силам под руководством США. Эту рекомендацию национальным властям Агентства безопасности полетов Евросоюза сделало в качестве меры предосторожности по итогам комплексной оценки ситуации в регионе. Строительство новых дорог и ремонт существующих, повышение пенсии и зарплат, снижение давления на бизнес и сбалансированная внешняя политика, основанная на добрососедских отношениях с Россией и Западом. Это лишь часть приоритетов деятельности нынешней власти в этом году, о которых рассказал глава государства Игорь Дадон. В интервью одному новостному порталу президент заявил, что в 2020-м Молдова станет строительной площадкой, где работа будет кипеть и днём, и ночью. Основным инфраструктурным проектом является реконструкция дорог. Также в каждом районном центре будет создана промышленная платформа благодаря привлечению инвесторов, которая будет приносить деньги в регионы. Власти сосредоточатся и на внедрении новых социальных инициатив, о которых объявят максимум через неделю. Глава государства обещает снизить давление на бизнес, исключив необоснованные и оскорбительные меры контроля со стороны Министерства внутренних дел и налоговой. Ещё одним приоритетом Игоря Дадона является борьба с коррупцией и ликвидация мошеннических схем. Глава государства уверен, что этого можно будет достичь благодаря новому генпрокурору и реформе юстиции. Президент также заявил в интервью, что намерен уменьшить бремя, которое переложили на граждан в связи с кражей миллиарда. Игорь Дадон пообещал и в дальнейшем ввести сбалансированную внешнюю политику, о чём свидетельствуют официальные визиты в Российскую Федерацию, Европейский Союз, США и Китай. Президент также намерен углубить диалог на высшем уровне со своими соседями – Румынией и Украиной. Глава государства утверждает, что все эти цели могут быть достигнуты в том числе путём конструктивного сотрудничества в парламенте между фракциями. Игорь Дадон привёл пример партии социалистов и Демпартии, которые, не имея политического сотрудничества, работают на основе социальной платформы, созданной в поддержку правительства. По его словам, такое техническое сотрудничество сильнее политического. Стабильность, относительное затишье и чёткий баланс сил – такой, по мнению аналитиков, должна быть политическая арена в этом году. По их словам, в конце 2019-го с назначением правительства Кику первые шаги к этому были сделаны. Главным образом потому, что и сам премьер, и члены его технократического кабинета довольно быстро продемонстрировали, что политика их особо не интересует, при этом они готовы работать, засучив рукава, думая в первую очередь о людях. 2019-й был богат на потрясения на политической арене, считают эксперты. Слишком много на него пришлось значимых событий. Тут и февральские выборы, и падение правительства и стабильность которую обеспечил Кабмин Кику. Кубин Кабмин Кравцов. Это нормально, что в четыре года, будет рестартат класса политика, чтобы начать сэнгенов, чтобы начать полицейские, чтобы начать губернии, чтобы начать имплементные политики. Однажды должны быть корректными политиками. Дома Кику решит, что решит, что решит, что у нас есть ухилибру между интересами majorитетии парламентарии. Если этот губернер будет решить, что-то имплементные проекты, чтобы получать финансирование, то, конечно, это будет бонус для актуального президента, для актуального губернатора, для актуального губернатора, для того, чтобы начать реализацию. Для процветания государства, обеспечения его экономического и социального роста, важнейшую роль играет эффективное сотрудничество между госинститутами, подчеркивают эксперты. В этом смысле конъюнктура складывается как нельзя более благоприятная, говорят они, поясняя, что в конечном итоге от этого выиграют граждане. Когда не есть коллаборация в эти три институты, президенте, парламент и губерн, то мы не можем говорить о производстве. Эта эхипа пришла в президенте, чтобы получать результаты в очень короткий период, потому что это очень важно, потому что ожидания их достаточно больших. Ну а самым ожидаемым политическим событием в 2020-м эксперты в голос называют президентские выборы. В рейтинге предпочтений жителей два кандидата. Действующий президент Игорь Додон и отправленная в отставку экспремьер Майя Санду. Причем, по словам экспертов, она много потеряла в глазах населения, когда решила взять под контроль все госинституты. Интересы для сцены политики остается очень большой. Согласно, что, на самом деле, фаворит Игорь Додон, предупреждает, что не только унионисты, они уничтожены от Блоков, а сейчас от Майя Санду и Андрей Настасе. И, в этот момент, Андрей Настасе потерял свои выборы. Я думаю, что Майя Санду, в тот же момент, потерял свои выборы. Вокременно, я думаю, что она является в роли для отсутствующей. Аналитики говорят, что в этом году власти должны сконцентрироваться на проведении взвешенной социальной политики, используя все возможности, которые только может дать налаженное сотрудничество и хорошее взаимодействие между госинститутами. Молдавские власти тоже приветствуют официальный запуск газопровода «Турецкий поток». С вводом проекта в эксплуатацию у нашей страны впервые появился новый источник обеспечения природным газом. Об этом президент компании «Молдова Газ» Вадим Чабан заявил в эфире частной радиостанции. Вадим Чабан напомнил, что газопровод «Турецкий поток» работает с 1 января 2020 года. И к этому моменту Молдова уже была готова получать природный газ, обеспечивая его реверс через Болгарию, Румынию, Украину и Каушанскую газораспределительную станцию. Более того, председатель АО «Молдова Газ» уверяет, что в ближайшие годы энергетическая безопасность станет еще крепче. Вадим Чабан признал, что с запуском турецкого потока Молдова теряет от транзита газа в Европу и балканские страны. Но сокращение доходов несопоставимо с обеспечением энергобезопасности страны. Председатель «Молдова Газ» подчеркнул, что сокращение доходов компании от транзита газа не отразится на конечных потребителях. По словам Вадима Чабана, у предприятия достаточно источников, которые можно оптимизировать для компенсации транспортировки газа внутри страны. Зимние праздники закончились, и у людей возникает вопрос, куда деть елку, купленную в канун Нового года. В этом контексте мэрия начала кампанию по сбору рождественских красавиц у жителей столицы. Их призывают не выкидывать деревья в мусорный контейнер, а оставлять рядом, чтобы их могли забрать коммунальщики. Представители премырии рекомендовали компаниям, которые продавали рождественские елки, и тем юридическим лицам, которые использовали в качестве украшений более крупные деревья, доставить их на склад на улице Каля-Ешелор-3 в столице. Опилки, полученные после переработки собранных деревьев, будут использоваться для защиты растений от сорняков или в качестве удобрений. Будьте очень осторожны на озёрах и речках. Госгидрометеослужба предупреждает население не выходить на тонкий лёд, образовавшийся в последние дни на водоёмах страны. Спасатели просят родителей предупредить об опасности детей, которые в поиске развлечений могут отправиться на озеро, а это может быть опасно для жизни. Спасатели предельно бдительны, потому что каждый день на озёры выходят смельчаки, испытывающие удачу. Все службы, которые находятся в муниципе Кишинэу, они работают 24 в 24. На момент не требует идти по геаці, потому что геаца является очень тяжелой. Треба быть не менее 70 см. Мы с днем, что у нас есть дети первые, которые будут идти на геацію. Геаца является тяжелой и они, с кишор, будут видеть, что они не будут идти. Родители признают, любопытство детей часто побеждает разум. Мне малая рассказывает, как она вчера пробовала. Слава богу, выдержала. Сторожить детей. Конечно. Они должны это попробовать. Какой глупый человек выйдет на этот лёд. Даже животное не выйдет. Родители вообще не должны детей выпускать одних на территорию пляжа, на территорию озера. На ближайшие дни метеорологи прогнозируют до 3 градусов мороза ночью, а днем – от 4 до 9 градусов тепла. Сильный пожар вспыхнул вчера вечером на Рыжкановке в здании бывшего завода «Мизон». С огнем боролись 10 пожарных расчетов. Загорелся склад со стеклянными изделиями на первом этаже. 55 пожарных тушили огонь около часа. Ажунщиеся у стабилит, что в секции для приобретения стимплей и деграбора, артит у скрапатора 200 метров. Распределение не было в бахаре, ажунщиеся университет, что не было в бахаре. По данным генинспектората по чрезвычайным ситуациям, к счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства произошедшего выясняют. Праздники обернулись головной болью для патрульных инспекторов. Всего за пять дней выявили около 2700 водителей, которые нарушили скоростной режим или создали аварийную ситуацию. По данным нацинспектората по патрулированию, с 4 по 8 января более 1400 шоферов получили штрафы за превышение скорости, а 350 – за несоблюдение разметки и знаков. На Рождество инспекторы выявили почти 70 автовладельцев под шофе и еще 80 – нарушивших другие положения ПДД. Патрульные призывают водителей уважать остальных участников дорожного движения и адаптировать скорость к метеоусловиям. Соцсети – часть современной реальности. Особо активные пользователи ведут практически онлайн-трансляцию своей жизни, выкладывая в сеть самое сокровенное. Нередко аккаунты пестрят фотографиями документов, начиная от посадочных талонов и заканчивая паспортами. Там же указываются актуальные номера телефонов. К чему может привести такая откровенность и как фанатам соцсетей защититься от кибермошенников, нам рассказали эксперты, которые за прошедший год получили более 20 жалоб пользователей на Фейсбук и Инстаграм. Жертвой кибермошенников стать очень легко, тем более если информация личного характера оказывается на свободе. Со счетов пропадают деньги, а пользователей могут шантажировать теми или иными данными. Для начала мы решили выяснить, насколько граждане осведомлены о безопасности в интернет-пространстве. Наверное, недостаточно, раз вы задаете такие вопросы. Здравствуйте! Здравствуйте! Наши соцсети показывают всегда все, что лива нас. Мне кажется, что мы настолько открыты этому миру, что на какой-то безопасности не можете идти речь. Сайт-урой дизоциализации Существуют о сумме диньи, риску и периколи на которые могут быть экспусти от детей и мы, дольте. Это очень важно, в первую очередь, в соцсетях, что это не обязательное, чтобы оставить все даты, информации персонale, когда ты создавал профиль. Ты можешь анонимизировать, ты можешь псевдонимировать. Не обязательное, чтобы открывать эту геолокацию, потому что ты, в целом, ты увидишь приятные, где ты находишь в этот момент. И, конечно, это риск, и для твоей уверенности. Утечка персональных данных приобрела пугающие масштабы. Некоторые пользователи, обладающие хотя бы базовыми знаниями в области информационной безопасности, теперь стараются оставлять в сети как можно меньше цифровых следов, по которым их можно вычислить. Тем не менее, многие владельцы аккаунтов в социальных сетях продолжают добровольно сливать огромные массивы данных о себе, от своего среднего заработка до привычек в еде. Если мошенники каким-то образом добрались до вас, срочно звоните в полицию. Сажири, в целом, в целом, в целом, в целом, не имеем accesащие на оперативные опыни, а не имеем в целом, в целом, вы уже знаете, вы можете сделать так, вы можете сделать так, Субтитры сделал DimaTorzok Десятки тысяч экспонатов могут превратиться в прах без должной реставрации надлежащих условий хранения. Большинство из них скрыто от глаз людских в запасниках. Все потому, что отечественные музеи не первые десяток лет испытывают острую нехватку специалистов, которые занимались бы восстановлением ценнейших предметов нашего наследия. И если мы видим на выставках народные костюмы, еще не побитые молью и керамику, пока не ставшую грудой черепков, то только благодаря тем, кто остался верен профессии, несмотря на плохие условия и мизерную оплату. Многие из них уже пенсионеры, которые сетуют, что некому передать богатый опыт, накопленный за десятки лет работы в музее. Дефицит кадров не обошел стороной и старейший и богатейший в стране национальный музей этнографии. Здесь около ста тысяч экспонатов и всего шесть реставраторов. Немногие из оставшихся, несмотря на сложности реставраторов, работают порой на чистом энтузиазме. День за днем восстанавливать историю по крупицам – дело совсем нелегкое. Ирина Чабану, работающая в музее с тех пор, как окончила университет, склонилась над традиционным молдавским ковром, пытаясь вернуть жизнь творению старых мастериц. На реставрацию такой вещи, признается она, может уйти несколько месяцев. Гаура. Если у меня есть шаблон, то я делаю шаблон, чтобы я не взяла, чтобы я не знаю, что я не знаю. Мольшинство работников музея – люди глубоко влюблённые в своё дело. Представить себя вне тихих залов с экспонатами и тесных запасников они просто не могут. Череп остаётся, а остальное всё всегда. И остальное всё искусственно всё сделано. И химия обрабатывается, потому что столько лет не простояла бы кожа. Испортилось бы. Ну и вот так сохраняем. Каждый год делается дезинфекция, потому что там могут завести кожиеды, боль, вредители. Косуля была. Вот она выборена. Всё это с гипсом закрепляется. Потом сюда набивается пакля, накручивается. Здесь сверится под рога. Ну, здесь мастика идёт, чтобы набить губы там. Не хватает не только реставраторов, но и специальных инструментов. Заменяют их смекалкой и золотыми руками. В рабочем состоянии. Я говорю, просто нужно было там тоже в реставрации. Нечем было открутить ключа. Не было такого. И при помощи вот этих вот ключей открутили. Гарантия на века. Зарплата реставратора составляет 3700 леев. Ставка гида – 3120 леев. Всего в Молдове 125 музеев, пять из которых частные. Общество защиты птиц и природы приступило к переписи ушастых сов. Эти пернатые, как правило, живут в лесах, но с приходом холодов перемещаются в города, где теплее и легче найти пропитание. Сбор данных о них позволит пополнить информацию об этом виде у нас в стране. Такой учёт на национальном уровне будет проводиться впервые. А сотрудники общества рассчитывают в этом деле и на помощь граждан. Всё, что нужно сделать – связаться с ними и рассказать, где вы заметили ушастую сову. Птица чуть больше голубя, пёстрая краска с преобладанием рыжих и бурыхтанов и характерные вытянутые перьевые ушки – это всё отличительные признаки ушастой совы. Заметить её можно не сразу, пернатые практически сливаются с кронами деревьев. Мы приходим в саду с желанием, чтобы все наши чутеры, которые нас слушают, которые нас общаются, общаются с нами, чтобы нам comunиться, если они знают в любом месте, где они стоят, где они стоят в панели. Победим, мы, по-другому, пожелаем людей, которые хотят нам помогать, чтобы нам рассказать место, где они сказали, по-другому, по-другому, и, по-другому, и, по-другому, время, в которую они были observаны. Связаться с организацией можно через страницу в фейсбуке или написав сообщение на электронную почту. Перепис по количеству шастых софт проводится по всей Молдове до конца февраля. Существует для протекции поисков и санатуре, в следующий раз, будет делать электронные карты с пунктишами, которые показывают дистрибуцию этих специй. И думаю, что это будет использование для тех, кто изучает этот дом, или для детей в школе и лике. На данный момент у нас в стране насчитываются порядка 270 видов птиц, среди которых белый аэст, ласточка, чайка, а также редкий для наших краев хищник, филин – всего 4 пары. Персональный бренд – это ваш образ в сознании людей. Это то, как вас видят и воспринимают. Построение узнаваемого личного бренда открывает большие профессиональные возможности. И большую роль в этом играет маркетинговая программа. Программа создания и продвижения бренда по имени Я. Для окружающих мы уже являемся брендом, независимо от того, знаем мы это или нет, говорит эксперт по маркетингу Ольга Цепардей. Специалисты по персональному брендингу – это те, кто помогает строить вам образ и профессионально расти в том, что у вас получается лучше всего. Эксперт говорит, что очень легко придумать идеальный образ, но это краткосрочная стратегия, потому что вы не можете создать бренд из того, чем вы не являетесь на самом деле. Когда, в последнее время, ты спросил, чтобы ты стоишь в этом, и тебе скажешь, что мне нравится, что я делаю, что я делаю, что я делаю, что я желаю, но что это моя пасида? То есть, чтобы ты думаешь, потому что брендинг-то персонал строится на базе. И каждый из нас есть эту базу, только не имеет время для того, чтобы не было времени, и не имеет время для того, чтобы делать это кончтенно. Создание личного бренда – важный аспект современного бизнеса. Создать образ, точно рассчитанный на целевую аудиторию, выделиться среди других специалистов и стать лидером общественного мнения в своей нише. Поэтому спрос на эту услугу растет, тем более, что тенденции меняются по мере развития технологий. Когда-то среди самых популярных профессий были, например, фонарщик или часовщик. Сейчас модно быть программистом, менеджером, предпринимателем. На этом уровне, в том том, что вы знаете, чтобы статьи, на видео, на ракеты, на тексте, на articles для блогов. Это, думаю, что это будет очень важно. Существует очень важно, что это очень много. Существует о том, что мы реализуем, что мы делаем, как «ноуа», формулат как-то, как-то, как-то интересен, может быть, что и у меня это можно. Ана эрт, это такая, с тем, как это сцепи, мы говорим о копейринге, мы говорим о «ноуру маркетинге», мы делаем на уровень креер-уровое, мы делаем на уровне маркетинге, Эксперты по инновациям говорят, что профессии будущего совсем другие, из области фантастики для ныне живущих. Например, экзобиологи, которые будут анализировать любую форму жизни в космосе, виртуальные учителя или даже те, кто будет следить за архивом частной цифровой жизни. В будущем появится все больше неврологов нового поколения, которые станут помогать людям, зависимым от технологий. Таким был этот день со свежими новостями. Команда «Первого» в Молдове будет ждать вас в пятницу, как обычно, в 18 и 21 час. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова